2020 год сложный для всех, особенно для Пушкинской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Ведь ее двери открыты всегда. Организация живет активно, но не в этом году. Турслеты, чемпионат по игре в подкидного дурака, День здоровья – все эти мероприятия были невозможны из-за пандемии. В основном в организации люди старше 65 лет. И даже просто собраться и пообщаться им проблематично. Основные наши базовые мероприятия, к сожалению, их не было. Хотя нельзя сказать, что мы там были совсем заперти. Я, например, был в Карелии. Значит, был соответствующий материал, еще появится в газете «Маяк» по этому поводу. Люди наши и отдыхали, и сюда приходили. Ну, кто по возможности может. Нет. Конечно, не так активно, как раньше, но все-таки подержимся. 3 декабря отмечают Международный день инвалидов. И в честь праздника в организацию отправили 150 продуктовых наборов. Собраны они в компании «Рост Агроэкспорт». Помощь такого рода стала регулярной в этом году. Наши акции проходят на регулярной основе. Ежемесячно мы привозим по запросу необходимое количество таких наборов. И сегодня в праздник мы, конечно, хотели бы поздравить людей с ограниченными возможностями с этим праздником, пожелать им крепчайшего здоровья, чтобы в семье все было благополучно, как можно больше улыбок. Ну, а мы, в свою очередь, с коллегами всегда поддержим. Подарочные наборы распределят согласно спискам. В сложное время у общества появилась потребность волонтеров, которые смогли бы помочь разнести пакеты адресатам. Здесь тоже на помощь могут прийти партии и активисты из «Молодой гвардии». Анастасия Спирина, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.